добрый день дорогие друзья с вами капля и сегодня я хотел бы поговорить о последнем факторе касающимся ясности целей которые мы должны показывать и нашей семье и обществу речь идет о внешних изменениях то есть сейчас я хотел бы поговорить о том каким последствиям приведет наша жизнь наше движение к цели наша миссия как вы будут результаты в обществе что изменится в этом мире в результате того что мы делаем если мы с вами будем придерживаться нашей жизненной цели миссии каким образом это повлияет на мир здесь есть одна очень интересная вещь если вы подумаете и вы увидите вдруг что если вы будете продолжать жить таким образом как вы живете и это никак не изменит общество и вообще на него никак не повлияет то не кажется ли вам что вы просто зря живете то пустая жизнь жизнь человека она должна в обязательном порядке влиять на общество и не только в негативном плане нам необходимо чтобы цель нашей жизни находилась не только в том чтобы сделать нашу семью богаче успешней не только чтобы воспитать наших детей хорошими достойными ребятами но одна из цели нашей жизни состоит в том чтобы мы с вами были влиятельными людьми в отношении нашего общества государства если мы не будем менять мир то наша жизнь ничего не стоит поэтому когда вы будете планировать свою миссию задайте этот вопрос самому себе насколько ваша жизнь изменит других людей насколько ваша жизнь затронет других людей насколько вы повлияете на какие-то процессы возможно в чем-то вы улучшите эту жизнь возможно вы поможете кому-то избежать негативных последствий возможно вы станете тем человеком который развернет кого-то на 180 градусов возможно вы будете тем кто заложит некие основания для будущих изменений но если ваша жизнь никаким образом не влияет на общество дорогой друг ты просто живешь зря посмотри и я более чем уверен в том что наши дети они нуждаются в том чтобы видеть что их отцы заняты какими-то великими делами свое время один очень известный актер он сказал такую фразу говоря о своем отце который постоянно был чем-то занят бросил такую фразу он сказал меня воспитывала полоска света под кабинетом моего отца потому что я знал что мой отец занят великими делами и вот знаете для них нет ничего более мотивирующего для наших детей как осознание того что их отцы не просто проводят время в праздности не просто делают некую пустую работу а они заняты великими делами если вы станете таким человеком то вы несомненно измените этот мир и вы измените собственных детей и ваш авторитет будет достаточно высоко